Великого русского художника Николая Николаевича Ге Я хотел бы немного сказать о творчестве и жизни самого Николая Ге Николай Николаевич Ге наш земляк Он родился в Воронеже и провел здесь несколько лет жизни Что касается его творческого пути, то эта дорога была необычайно долгой и контрастной Если представить творческий путь Николая Николаевича Ге как некую диаграмму То у нас получится никак не движение вверх, а старее такая вот постоянная кривая из падений и взлетов Что касается его биографии, творческой биографии, то стоит упомянуть один интересный факт Ге начинал свой путь как настоящий поклонник, фанат Брилова А заканчивал как художник, опередивший собственное время, как одна из предтеч экспрессионизма Например, в один и тот же год с Эдвардом Мунком 1893 Он пишет свои работы из старостного цикла и тем самым предвосхищает собственное время Что касается данной работы, то здесь также мы можем отметить очень интересный момент биографии художника Дело в том, что Николай Николаевич Ге был одним из предтеч и передвижничества в том числе Он был одним из отцов-основателей этого товаричества и повлиял на саму эстетику творческой программы нашего движения Что касается его отношений с поздним передвижничеством В 1875 году он навсегда покидает Петербург Так сложилось, что когда товарищество передвижных художественных выставок испытывало необычайный взлет Творческая составляющая пути Николая Николаевича Ге наоборот испытывала жесткий кризис Дело в том, что художник всегда шел собственной дорогой И несмотря на то, что был, как мы сказали, и фанатом Карла Павловича Брилова И стоял у истоков передвижничества Он всегда очень сильно отличался от своих современников И творческий путь Николая Николаевича Ге действительно можно отметить как сугубо индивидуальный путь И сугубо индивидуальный художественный образ самого творчества мастера на фоне искусства 19-го столетия Естественно, русского Что касается дальнейшего его творческого пути В 1875 году он уезжает из Петербурга навсегда Потому что, как мы уже сказали, его преследовал глубочайший кризис Он разочаровался в искусстве как таковом Он сомневался в собственном пути Николай Николаевича всерьез посещали мысли о том, что живопись была неверным путем в жизни То есть он всерьез сомневался в себе как в творце и художнике Это тоже о многом говорит, если мы будем рассматривать характер Николая Николаевича Ге Но, конечно же, его творчество никак невозможно отделить от характера и от мировоззрения художника Дело в том, что личный кризис не просто побудил его уехать из Петербурга в глубокую провинцию Он приобрел хутор Ивановский в Черниговской губернии Но также побудил его вовсе отказаться от искусства Он не занимался живописью вообще до 1879 года В 1882 году в Москве произошла чрезвычайно важная встреча Николая Николаевича с великим русским писателем И писателем мирового значения, принадлежащего всему человечеству Львом Николаевичем Толстым Дело в том, что Толстой, как не только писатель, но и мыслитель, философ, религиозный мыслитель, можно так сказать И подчеркнуть этот факт Очень сильно повлиял на творчество, на мировоззрение и дальнейший жизненный путь нашего художника Именно встреча с Толстым не только избавили ГГЕ от кризиса душевного и творчества Но также заразили его, наверное, новым вдохновением И придали всей его дальнейшей жизни новый смысл Он ощутил новое призвание себя как художника И в этом тоже кроется достаточно интересная черта биографии художника Он всегда был ищущим человеком, ищущим духовную составляющую собственной жизни И поэтому его творчество окрашено тематикой не столь близкой передвижничеству, как эстетики То есть отображению реальной жизни, отображению реальных событий Он искал в живописи какой-то метафизический образ, который отображал бы наивысшую суть искусства Как инструмента воздействия на души человеческие И поэтому встреча с Толстым сыграла удивительную роль Он наконец-то сумел найти ту базу, ту основу для собственного творчества Которое оправдывало бы и его деятельность как живописца, как творца, как человек искусства И всю его дальнейшую жизнь И вот, собственно говоря, начиная с этого времени, с знакомства и плотного общения с Толстым Они действительно стали лучшими друзьями У Ге начинается новая пора Но вернемся к нашему крестьянину Наша работа не является картиной Это всего лишь набросок красками, живописный этюд Но он совершенно иначе рассказывает об образе крестьянина Он лишен той высокой патетики отображения образа Привязанного к окружению социокультурному Которое так часто можно встретить в эстетике передвижничества Это всего лишь образ человека Образ, если хотите, соседа Образ простого человека-крестьянина Который запечатлел мастер своей легкой и при этом мятежной кистью Дело в том, что этюд – это всего лишь набросок красками Это всего лишь подготовительная работа И, несмотря на то, что мы знаем, что Николай Николаевич Ге Когда жил на хуторе, полностью отказался от живописи Он, представляете, сам клал вручную печи Он пахал земли Он занимался тем же трудом, что и простые крестьяне Несмотря на это, он иногда писал портреты на заказ Когда уж совсем было тяжело жить Но, тем не менее, именно этот образ является наброском красками То есть это не картина, не портрет на заказ А всего лишь такое творческое волеизъявление художника Его набросок портрета человека, образа И, возможно, именно в этом кроется уникальность данного произведения В силу того, что мы видим некий эскиз мыслей мастера Многовариантную композицию, которая каждому либо придется по душе Либо, наоборот, не найдет отклика Ведь в этом задача любого искусства Вот он Спасибо за просмотр! До свидания!